Добрый вечер, насколько он добрый, мы снова в селе Атоса, около линии ограничения, рядом со мной опять, естественно, Давид Сотарава, который сегодня утром и днем начал лайк о том, что наше движение его, как это можно сказать, палатка, да? Это случилось, знаете, то, что сегодня вот была у нас такая ситуация, когда наши силовые структуры решили перенести нашу палатку назад, то есть из соображений безопасности, как бы вот такое объяснение было, из соображений безопасности на 10 метров назад для нас, это, если честно, а для нас. Для нас это, мы на это смотрели и смотрим пока что с точки зрения того, что наше правительство проводит политику неразгражения России, мы точно знаем, что так как здесь остановилась оккупационная машина, российская оккупационная машина, которая буксует сейчас здесь, то есть две попытки получились провальные, мы понимаем, что сейчас идет давление на наше правительство, так как по той данности, которая у нас есть, русским оккупанкам придется убивать мирных граждан, мирных протестующих, люди, которым мы здесь уже находимся более месяца, в 24-часовом режиме, а им придется вот стрелять граждан, которые будут стоять на линии разграничения. А с чем вызваны эти акции, вот эти, которые вчера были протестные, или что, почему вдруг? Знаешь, протестные акции, это как уже начало той снежной лавины, которая приобретает каждый день, набирает ход. Я имею протестные настроения и понимание того, что всегда имеет смысл обидеться и бороться за свою землю. То есть мы все теперь понимаем, что когда мирные граждане становятся вместе, то они могут противостоять любой силе. Пусть даже это будет огромная российская армия, которая в разы больше и сильнее нашей страны на сегодняшний день. Поэтому вот эти протестные акции, вот эти люди, которых мы сейчас здесь видим. Ну, сегодня здесь были студенты, они здесь были студенты, значит, просто граждане, которые услышали вот этот звон, они сюда приехали. И дело было в том, что наши силовые структуры решили принести вот эту палатку, которая является сейчас символом нашей борьбы, сюда. То есть для нас даже один шаг назад это отступление. Это знак того, что мы издаемся, что мы испугались, что нам вот с той стороны промахали пальцем, сказали, ребята, вы уже как бы делаете то, что нам не очень нравится. Так как остановка партнеризации будет основной вопросом на встрече в районке, скверсторонней на встрече, то мы уверены, что как раз вот тот нажим, который мы чувствовали, может помочь. И тот нажим, который сейчас вы почувствовали, на нас, чтобы вот этим символическим отступлением, как бы попытку отступления... Ну, я так понял, что все нормально, где стояла палатка, там и стоит. Пока все нормально, мы это и завтра, и послезавтра... И как я вижу, что полиция охраняет, они в итоге все нормально. Да, да. Завтра, послезавтра мы будем обсуждать эти вопросы, но я надеюсь, что мы сохраним этот вопрос. Обсуждать с кем? Обсуждать с силовыми структурами. Вот сразу всю эту ситуацию, безусловно, а нет, я не стал констальт называемым заблуждением. Зайди поближе, там мотор включен, когда видно. Вот, вот так. Я понял, а силовые структуры это кто? Это служба безопасности, МВД, с кем это обсуждается? Это МВД. На данном этапе это МВД, которые нас уговаривают. Ну, в принципе, я так понимаю, что твой сегодняшний лайф, где там несколько тысяч человек его смотрел, он повлиял, потому что ничего никуда не двигается, и очень много людей смотрели. Я так понял, что кто-то все-таки приехал из-за этого призыва. Да, да, да. Я думаю, что это повлияет, потому что сила, сила единства, сила людей, она видна. И наше правительство, оно воспринимает вот эти месседжи, и, соответственно, и приходится им реагировать. Я понял, давай подойдем, если честно. Здесь даже Ролидзе тоже приехал. Я поставил свой пост около парламента и приехал. Поддерживает вас? Да, да. 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 Силариза с нами. Он будет говорить на грузинском, Давид переведет. Ну, почему господин Заза сегодня здесь и уехал от парламента и приехал к вам на помощь? Да. 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 Я понял. Да. Я понял, что Грузия в очень сложном положении. 20% на нашей территории оккупировано и он посчитал нужным, что он должен сказать, у него парламента нужно приехать сюда и поддержать вот ту энергию, которую я понял. И вот тот протест, который сейчас находится здесь. Он считает, что все должны сейчас, вся Грузия должна стоять здесь, потому что это принципиальное, но в принципиальный момент мы должны бороться за то, чтобы возвратить наши потерянные территории. Ну, господин Заза и Давид стали такими символами, господин Заза борьбы за права человека, вообще любого грузина на мой взгляд. Давид – символом борьбы именно против оккупации, потому что, честно говоря, делается довольно мало в этом плане и мы видим, что даже ваши усилия пытаются им как-то мешать. Как вы считаете, народ Грузии достаточно поддерживает вас обоих в вашей борьбе и понимают ли они, что это борьба за Грузию, а не только за ваши интересы? Как вы считаете, народ Грузии достаточно поддерживает вас обоих в вашей борьбе и в вашей борьбе. Но оно просыпается, просыпается сознание того и все мы должны встать на борьбу против оккупации, на борьбу против вот таких нарушений прав человека и это обязательно будет задано. А по делу господина Заза какие-то есть продвижения или все так же, как и было, никаких ответов, ничего? Пока ничего такого особенного, но все равно он не оставляет надежду, что будут продвижения в этом плане и справедливость авганцев в конце вас тоже стоит. Ну дай бог, спасибо большое, что вы здесь и что мы все сегодня здесь. Я хочу прям на лайк, чтобы вы вместе встали и показали, что мы все здесь и будем поддерживать обязательно людей, которые в беде оказались и здесь на границе, и в вашей ситуации. Я считаю, я уже много раз это говорил в эфирах, что господин Заза, его трагедия и то, за что он бьется, это не только его какая-то боль и трагедия, а это борьба за права всех грузин, которые могут в любой момент оказаться вот в такой трагической ситуации и никто не будет отвечать, что случилось. И я надеюсь, что вот вся эта борьба, которая идет, и народ в Грузии тоже присоединится к ней в том плане, не надо никаких революций, надо просто получать ответы, чтобы правительство таким людям помогало, а не мешало им узнавать правду. Чтобы здесь на линии оккупации полиция Иисуса, это служба госбезопасности, помогала Давиду, а не старалась там куда-то его отодвинуть. Очень надеюсь, что так и будет. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо за его поддержку. Сила в единстве. Сила в единстве. Точно. Спасибо. Ну, Саш, я надеюсь, что там звук был нормальный. Вот я единственное, что должен добавить, что полиция охраняет все нормально, все представители правоохранительных органов здесь, и им тоже очень холодно, им тоже очень тяжело здесь все время находиться. И, конечно, ни в коем случае не буду там как-то обвинять никакие правоохранительные органы, они стараются и делают все, что могут. Ну, если был какой-то приказ там отодвинуть эту палатку, очень плохо. Я, конечно, считаю, что наоборот должны помогать, и они очень стараются. Они всегда здесь, всегда готовы помочь. Очень хорошие ребята. Я вот всех здесь вижу, мы уже практически все познакомились. Поэтому, ну, что можно сказать. Я надеюсь, что вот это антиокрупционное движение Давида Кацарава и его ребята, которые здесь дежурят, у них все получится. И господин Заза, который сегодня сюда приехал, все-таки тоже когда-нибудь получит свои ответы, хотя это очень долго уже все длится. Ну, удачи Грузии, удачи всем нам в этой борьбе. Вот студенты, которые тоже приехали сегодня в Атоце, поддерживать антиокрупционное движение и продвижение колючей проволоки. Сейчас они разговаривают с Даток Кацарава. Сейчас мы подойдем к их ректору Марине Джабладзе. Марина, Марина, по-русски можете сказать? Это Марина Джабладзе. Они сегодня, студенты ваши, приехали поддерживать антиокрупционное движение. Скажите, почему, вот ребята, как они отнестись к этому всему, как прошла акция? В общем, приехала наша молодежь, чтобы выразить протест против оккупации России и наших территорий. Я хочу, чтобы все знали, граждане России, президент Путин, что мы никогда, никогда не уступим нашего клочка земли никому. Молодежь, самое главное, что молодежь настроена очень оптимистически. И они будут работать над этими проблемами. И мы обязательно добьемся того, что мы вернем наши земли. И мне кажется, что после этого, только после этого можно будет, возможно, дружить с Россией. Только после того, как вернут наши территории. А вы сказали, что ребята даже заплакали там сегодня, да? Ребята там плакали. И они почувствовали, на самом деле, большую, огромную любовь к своей роде. И они выразили, что они никогда не уступят своей территории никому. Они будут работать всячески, интеллектуально, что очень важно. Помните, что мы точно не думаем, что русские наши враги. Здесь дело в том, что наши территории пока мы не вернем, никаких других путей нашей дружбы просто, дружеских отношений просто невозможно. Так что я хочу, чтобы вы все знали об этом, что самое главное вернуть нам наши территории. После этого мы сможем уже дружить. И это будет уже под... Можно сказать, от души и сердца. Только после всего этого. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы с ребятами сегодня сюда приехали. Сейчас там, по-моему, фотография. Спасибо. Вот все эти студенты вместе с Давидом Коцаравой и Мариной Джибладзе. Сейчас я покажу. Видите, сколько машин, полиция. Очень много полиции. Еще раз повторю, что не могу ничего плохого сказать. Охраняют, помогают, проводят ребят. Потому что туда очень сложно добраться, на эту линию оккупации пешком. И, ну, помогают как могут. Очень много акций, каждые выходные проходят. И, ну, я думаю, что благодаря такой поддержке народа, поддержке студентов, поддержке журналистов, поддержке активистов, которые сюда приезжают. Давиду Коцараву, Грузии, Заза Саралидзе приехал. Да, конечно, есть политика не раздражать Россию, грузинских властей. Но при этом все понимают, что Давид и его ребята делают очень важное дело. И если сегодня отойти даже на 30 метров, вот полиция пытается проехать, сейчас мы их пропустим. Да? Хотят на английском... Да, скажите, с удовольствием. Вот один из студентов, который сегодня был на линии оккупации. Я гражданка Грузии, и это очень сложно говорить о Грузии и Российской отношениях. Я гражданка Грузии, и очень плохо, что Грузия оккупированы. Россия оккупант, и сейчас этот территорий каждый день двигается. Россия оккупант, и так называемая граница каждый день двигается вглубь территории страны. Для нас это очень больно, и мы надеемся, что если все студенты и граждане страны сюда приедут, это будет очень важно. И я думаю, что это очень важно, чтобы интернациональная коммуниция понимает, что Грузия оккупирована Россией, и они должны сказать, что каждый день, и, я не знаю, они должны стоять на нашу сторону. Я считаю, что очень важно, чтобы международное сообщество тоже понимало, что Грузия, гражданские территории оккупированы, были на нашей стороне и были здесь все время. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам большое. Вот, ну, грузинские студенты, молодежь очень активно борются за свои права, борются за права Грузии, за территориальную целостность Грузии, поддерживают и Зазу Саралидзе, который сидящим протестом в здании парламента уже... Каргат, всего доброго. Уже больше полгода требуют просто ответить на вопрос, кто убил его сына 1 декабря прошлого года. Сегодня они все здесь, и каждые выходные они стараются быть здесь, а ребята из антиоккупационного движения, полиция, МВД, они здесь каждый день 24 часа дежурят. И я уверен, что эта поддержка очень важна и для Давида, и для всех, кто сюда приезжает, кто старается не допустить дальнейшего продвижения этих колючих проволок, столбиков. Мы в маленькой деревне, Атоц, это очень маленькая деревня, здесь очень мало людей живет, живет довольно бедно. И вот у этих людей, эти пограничные службы ПСБ, по приказу из Кремля, отнимают участки урожая, не оставляя им средств пропитания и так далее. Каргат, не хочешь сказать что-нибудь, нет? Нет. Ну, с нами сегодня наши друзья, они тоже сюда приехали. Я очень надеюсь, что все-таки это остановится, и полиции вместе с ребятами из антиоккупационного движения удастся хотя бы здесь, как сказал Давид, это красная линия, остановить продолжение оккупации, аннексии Грузии. И все-таки, наконец-то, может быть, правительство Российской Федерации не путем додумывания своей головой, что это все безобразие, отвратительно, и люди страдают из-за их политики бессмысленной, остановят эти действия с помощью всех этих ребят грузинского общества, в том числе спецслужб и представителей МВД. Вот сейчас мы приехали в дом, который ребятам предоставили из антиоккупационного движения, ребятам предоставили местные жители, селе Атоци. Вот этот дом. Ну, условия какие могут быть? Здесь люди живут, конечно, не очень, в довольно сложных условиях, в этом еще сильнее. Вот ребята, которые каждый день стоят как раз на этой линии оккупации. Сейчас я поближе покажу. Очень вам всем большое спасибо. Да, здравствуйте. А вы хотите что-нибудь нам сказать на русском? Почему вы сегодня именно здесь, и вы приехали, я так понимаю, поддержать Давида? Мы приехали поддержать Давида, потому что сегодня это была очень быстро организованная акция. Мы узнали, что тут какие-то осложнения, и считаем, что сейчас очень важно, чтобы все показали нашему правительству, что для народа это не все равно, и дать пример другим горожанам, что это наша проблема, и мы можем сейчас в присутствии одного человека, это может быть решающим. А как вы думаете, почему вот сегодня вдруг неожиданно уже больше месяца ребята здесь стоят, начали пытаться их куда-то отодвинуть от этой линии? Это, по-моему, не очень неожиданно. А наоборот, это сейчас произошло, потому что реально доток от Сарава с его небольшой командой он останавливает продвижение оккупационной линии, и, естественно, он им мешает. Естественно, это было ожидаемо, что его попробуют отодвинуть. Он мешает русским, а чем он мешает грузинской власти, я не очень понимаю. Я не думаю, что грузинская и русская власть очень отличаются друг от друга, и очень не нравится мне политика грузинской стороны, которая как бы не раздражается и как бы быть очень неправильной, по-моему, политикой. Я думаю, что Сарава реально делает очень большое дело, и наше правительство этим абсолютно не занимается. А граждане, как вы считаете, вот я честно... Вы спешите? Не-не, я просто... Я, честно говоря, вижу, что приехали студенты, приехали какие-то музыканты, но могу честно сказать, много раз уже здесь был, не вижу, чтобы просто граждане каким-то большой массой приезжали поддерживать это движение. Так ли это и почему это? Я бы не сказала, сюда приезжали оффроудеры, нет организованности, может быть, чтобы все вместе приехали, но это беспокоит очень многих. И сегодня тоже это было организовано, наш приезд, наверное, за полчаса, и кто успел, и приехали. Если это будет организовано, и вот эта группа уже активистов собирается это организовывать, только, наверное, с весны, потому что очень дорога... Сложно подъехать. Сложно дорога, да, и нужны оффроудеры, и до обыкновенной машины автобусом приехать, это чревато. То есть, в принципе, граждане Грузии, как сказать, многие говорят об усталости, что уже устали от этой проблемы. Активизм вообще проблема в постсоветских странах, и люди считают, что это где-то там решено, и они в этом не могут участвовать. Но я думаю, что это тоже уже переломливается к лучшему, и люди более восприимчивы к политическим актам, и они более восприимчивы к тому, что они сами что-то могут решать, и они сами могут быть не только наблюдателями, а... Участниками. Участниками этого процесса, да. Спасибо вам большое. Действительно, да, очень важно, чтобы граждане Грузии приезжали сюда, помогали ребятам. Сейчас мы зайдем в дом, где они остановились, который им предоставили. Вот один из главных тоже участников антиоккупационного движения. Сейчас я попробую сюда зайти. Вот ребята, где живут. Я наглый человек. Можешь в двух словах на русском сказать то, что ты сейчас говорил, потому что я не все понял. В двух словах, конечно, сложно. Ну, короткую версию. Чтобы я вас не отвлекал просто. Ну, сегодня, считай, что у нас получилось спонтанно, без жагой подготовки, то есть, получился новый этап, вот, мобилизационный. То есть, когда люди сами мобилизовались, мы же никого не звали, но люди сами мобилизовались, когда увидели, что там происходит, что там вот напряженная ситуация, что нас заставляют, как бы, отодвигаться назад. Люди сами мобилизовались. Это все наши друзья, все наши знакомые. А пока мы здесь находимся, потому что мы много уже показывали ваш дом. Ребят, вы можете представить тех, кто вот именно там на линии ограничения караулит, оккупация караулит? Хорошо, ну, те, кто мы стоим, пока они не убежали, а то они куда-то бегут. Те, кто мы стоим, вот, где, которые мы здесь живем, это Алик. Алик где? Вот это Алик. Вот это Алик Кардава. Так, сейчас я... Рядом с ним Дека стоит, Покучава. Оба Сухумские. Это наш Георгий Деканоссидзе по кличке Деканос. Так, то есть главный здесь, я так понимаю. Да, да, да. Вот сзади Миша полезный. Миша. А, так, где наш Покусейн Перлок? А вот женщина у вас сидит. Да, она здесь, кстати, у нас первый раз, но она наша. А по-моему, я вас видел здесь уже, нет? Она рядом с Зазой стоит. А, точно, правильно. Поэтому она храняет его там. А скоро она перейдет тоже в нашу распоряжку. Все тут будем это называть. Да, все тут будем. И Медо-Ониань. Вот, познакомься. Франгик. Да. Франгик, где Франгик? Француз где? Француз. А, у вас еще и французы тут? Да, француз курит у нас. Ага, ага. Так, Анна, Анна Чархалашвиль, наша красавица. А вот ребята там сидят. Там, это Гела Эрадзе из Кутаиси. А это ребята, Россия, оккупант. Правда, они пока вот в таком режиме. Это движение, да? Молодежное движение. Да, вот это живо. Это Мариан. Да, это Мариан. Молодежное движение. В общем, вот нас на самом деле, правда, немало. Не, немало, но на самом деле мало. Мне кажется, что и вчера, и сегодня, и вообще на эти акции, это я сейчас от себя говорю, должно приезжать гораздо больше людей и всячески вас поддерживать. Слушай, я видел какой-то счет, это ваши официальные вот поддержки, куда можно деньги переводить. Да, да, счет поддержки антиоккупационного движения. Это ж в каком банке, давай скажем. Потому что я еще раз хочу сказать сам. Как я понял, ребят, никакие политики государства никак не поддерживают. Вот они тут живут, и граждане Грузии, которые там лайки ставят, эти сердечки в Фейсбуке, не Грузии, любой страны, потому что смотреть будут там в Армении, в России тоже многие, которые болеют за Грузию. Вы откройте этот счет, пришлите ребятам денег, хоть так, если вы не можете сюда приехать, и помогите. Это очень важно. В каком банке еще раз? В ТБС. А, это счет. Ну, тебе неудобно, мне удобно. Присылайте ребятам деньги, чтобы они могли там, я не знаю, вещи покупать, еду покупать, сигареты покупать. Бензин, да, сюда. Я сделал вид, что я не понял, можешь перевести, пожалуйста. Это наш друг, который родом из оккупированного, из оккупированного деревни. Но мы все понимали. Кехуй. Кехуй. Да, Кехуй Курта Тамарашени. Кстати, в 2007 году в Кехуй Курта Тамарашени я устраивал турнир по рафтингу, по сплаву. Помнимать. Ну, он с нами. Я понял. Да, он с нами. Мы вместе. И, да, и он. Вот видите, уважаемые зрители, вот приходится вот так жить, да. Сейчас параллельно наша коллега из украинского посольства мне сегодня звонила, чтобы мы не забыли флакаты про, да. Не надо делать такое лицо, все понимают, что у вас сегодня тут проблемы и вы боретесь. Ну, я еще раз напомню, вот висит у ребят украинский флаг, поэтому не надо никакие плакаты, что моряки, которых арестовали, значит, в Керченском проливе, сидят сейчас в российской тюрьме и кроме того, что происходит здесь, в Грузии, практически каждый день, каждый месяц по похищению, то еще что-то, люди сейчас сидят в тюрьме в России. Так как мы понимаем украинцев, наверное, мало кто может понять, потому что мы абсолютно в одинаковой ситуации и похищенные моряки, они, я думаю, находятся в очень большой опасности, на самом деле, потому что, к сожалению, они могут разделить в какой-то момент судьбу Татунашвили, судьбу Адхазорья, Башарули и тех грузинцев. Я напомню, что эти люди погибли, были убиты, там, один прямо в КГБ, так называемой Южной Осетии, потом рассказали, что сердечная недостаточность и прислали тело с огромным количеством следов пыток и так называемая независимая экспертиза российская, причем это российское КГБ, так называемой Южной Осетии, им руководит бывший офицер ФСБ России, поэтому независимость этой экспертизы, она, конечно, шикарна, и кроме печальной улыбки, да, ничего не может больше вызывать. Алексенцов тоже сидит в тюрьме в России, голодал очень много времени, поэтому, ну, я очень надеюсь, что вы вот все... Поэтому наша поддержка морякам, уверены, что все будет хорошо и просто надо бороться и биться за свою свободу, за свою страну. Как вы все боретесь здесь, и еще раз вам большое спасибо. Я специально попросил всех ребят представить, чтобы люди видели живых людей, которые здесь стоят и, может быть, тоже приезжали или там, еще раз напомню, помогали деньгами или там привозили какие-то продукты, чтобы как-то все это было активнее, потому что видеть, что вы здесь... 20 человек это мало, должно быть тысячи две, по-моему, как минимум. Мы до этого тоже дойдем. Самая большая лавина начинается от самого маленького снежка. Очень важная работа, еще раз большое спасибо, я еще раз всех ребят покажу, они огромные молодцы, сразу приезжают, помогают. Отлично, качественно, да? А ты рассказываешь, что люди, есть так, что они находятся, что они находятся вместе с частью, которые вас почитаны, что они находятся спорта, 好了, что они своеобразные, это делают эти mégсызды. Но их говорят, что они были. нам нужно их говорить, что они выглядят. Марианши храмили... Марианши хромет, они лично, что они могут быть молодец с нами, когда мы дышали на путь革е, о чем она такая, как она не может. Когда мы понимали, что она не та, вот они не могут, Я хочу вас показать, вы очень большие молодцы. И я думаю, это сегодня обязательно выйдет в эфир, а на этой неделе я сделал очень много выпусков. Я не знаю, ругать МВД или сказать, что они хорошие? Они же вас защищают все-таки? Они нас защищают. Я ни в коем случае не за, чтобы ругать МВД. Потому что те ребята, которые стоят здесь, с которыми нам приходится общаться, это реально герои. Это герои, которых, к сожалению, наша страна не знает. Это те люди, которые каждый день стоят и смотрят в дул автоматов своего противника, своего врага, который очень близко. И я напомню, что 20 военных огромных баз стоит в Щедоке. Российских. Конечно, не осетинских уже. В Абхазии 40 таких баз. Поэтому ругать МВД, я думаю, нет. Но упрек сказать нашему правительству, который проводит политику... Сбалансированную. Сбалансированную. Это уже не сбалансированная, это страусовая политика, то есть голову в песок и думать, что все у нас хорошо. Это на самом деле не так. Просто мы в эфире, и я не хочу сказать, что происходит с теми, кто в голову в песок и становится в такую позу. Да, не надо. Да. Могут... Я думаю, они догадаются. Да, я думаю, они догадаются. Поэтому надо вытаскивать эту голову из песка и просто начинать бороться за свои потерянные и отнятые земли. Потому что сила в единстве и всегда есть смысл в борьбе. Спасибо. Спасибо. Все, мы заканчиваем эфир из Атоции. И я думаю, во вторник мы еще раз сюда приедем, посмотреть, что происходит, пообщаться с ребятами, какая ситуация узнать, оставили ли их в покое, помогают ли им дальше заниматься той важной работой, которую они делают. Давайте все вместе следить за тем, что здесь происходит. Да, неважно, где вы живете, в Грузии, в России, в Армении, в Украине. Надо вместе бороться за то, чтобы в наших странах все было по справедливости, по закону и никакая одна власть одной конкретной страны не имела права убивать соседей, воровать их земли и мешать людям спокойно, нормально жить. Еще раз спасибо представителям Министерства внутренних дел, полиции Грузии, которые здесь работают. Они нам очень помогают. Я обязательно должен это отметить, потому что было много какой-то критики. Но эти ребята настоящие молодцы. Они вместе с представителями антиоккупационного движения борются, защищают свои земли, наблюдают, охраняют. Спасибо им огромное. Спасибо вам. Смотрите наши выпуски.